всем привет сегодня я вам покажу как построить выкройку стойкого и отложного воротника нам понадобится листа 4 линейка карандаш и обхват вашей горловины мой обхват горловины 26 сантиметров для начала нам надо провести прямую линию длиной вашей горловины я чертю 26 так как я уже говорила это моя горловина если у вас 24 то вы чат чертите 24 сантиметров если 27 то 27 и так далее теперь от этой точки вверх отложим 4 сантиметров и проводим прямую линию и делаем то же самое с другой стороны вверх отложим 4 сантиметров и проводим прямую линию соединяем наши точки от этой точки вверх мы откладываем полтора сантиметров отмечаем от этой точки вверх мы откладываем 0 5 сантиметров проводим линию теперь нижнюю линию нам нужно поделить от этой точки вверх мы откладываем 1 сантиметр проводим линию теперь нижнюю линию нам нужно поделить на 2 части у меня 26 разделить на 2 будет 13 сантиметров отмечаем середину теперь эту точку с этой точкой соединяем проводим линию далее нам нужно поделить на 2 части вверх отмечаем полтора сантиметра продлеваем эту линию еще на 0 5 сантиметров вот так затем эту точку соединяем с этой точкой проводим линию далее нам нужно соединить эту с этой точкой проводим линию эту точку соединяем с этой точкой проводим линию выкройка стойкого воротника почти готова но нам нужно еще построить воротник отложной от нижней точки мы откладываем вверх 12 сантиметров проводим прямую линию делаем то же самое с другой стороны саму вниз откладываем 12 сантиметров вверх проводим линию от этой точки вниз мы откладываем 2 сантиметра ставим точку я забыла соединить наши верхние точки соединяем их проводим линию от этой точки в сторону 2 сантиметра ставим отметку теперь соединяем эту точку с этой точкой делаем прямую линию соединяем эту точку с этой точкой проводим линию теперь нам надо поделить вот эту линию пополам у меня здесь выходит 24 сантиметров я делю на 2 будет 12 сантиметров если у вас другая длина то вы делите ее пополам и отмечаете середину от нее от этой точки мы должны вниз отложить один сантиметров и провести прямую линию теперь нам надо плавно соединить наши точки эту точку мы плавно соединяем с с вот этой точкой и эту точку соединить с концом с той точкой вот это то что у нас получилось теперь я цветных ломастером отмечу те линии по которым нам надо вырезать пользуемся линейкой чтобы наши линии были прямыми и 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 этот угол нам нужно вот так плавно соединить и наша плавные линии аккуратно чтобы не было заломов осталось вырезать это у нас воротник стойка это у нас воротник отложной вырезаем здесь аккуратно округляем выкройка стойка выкройка стойкого и отложного воротников готова в этом месте нам нужно поставить отметку для чего она нужна я вам объясню в следующем видео как пользоваться выкройкой я вам покажу так же в следующем видео спасибо что досмотрели мое видео до конца не забудьте пожалуйста подписаться и поставить лайк а также написать напишите в комментариях ваши пожелания пока пока а